Привет, друзья мои! Ханов Тимур, Новосибирск. Я продолжаю разговоры вблизи. Вот сегодня вблизи, видите, вблизи вот с этим драконом. Но разговаривать будем не с ним, а с интересным, надеюсь, человеком, Сергеем Иосифовичем Пыхтиным, бывшим министром социального развития, кажется, так называлось. То есть главным человеком, кто обеспечивал социальную защиту в Новосибирске, в Новосибирской области. И его имя было связано с некоторым скандалом, да, с заметным скандалом. Ему пришлось уйти со своего места. Ну вот мы сейчас поговорим, но, наверное, не об этом, а о самом Пыхтине. Потому что интересно, как человек переживает, а он человек, похоже, переживающий, такие вещи, как справедливые или несправедливые обвинения. Пойдемте. А вот, Сергей Иосифович уже подошел. Здравствуйте, Сергей Иосифович, рад вас видеть. Добрый день. Мы же с вами уже достаточно давно знакомы, хотя поверхностно. И мне кажется, вы интересный собеседник. И тем более, там ситуация вокруг вас все-таки интерес у людей сохраняют. Давайте походим вот здесь около дракона. Почему вы мне предложили встретиться у дракона? Это как-то связано с этой фигурой? Как вам сказать? Ну, мне интересен вообще этот парк. Я иногда гуляю, а вот я живу рядом. Это парк имени Кирова называется. Да. Поэтому вот эти три головы... Значит... Ну, что-то напоминает мне по сегодняшней ситуации в нашем регионе. Три головы в регионе? Не совсем. Не совсем. Вот. Сейчас вот непросто для всех, видимо. Не хочу говорить о политике. Не, мы не будем о политике. Не хочу говорить о политике. Не хочу говорить о политике. А у нас же даже... Тем более, что даже у нашего герба государственного две головы, а тут прям три. Запутаешься в них. Ну, еще раз говорю, парк красивый. Парк, вы видите, ухожен. Там, мне здесь нравится тем, что здесь тихо, и можно спокойно поговорить, не мешает машине. Я надеюсь так. Друзья, кто смотрит, напишите, пожалуйста, если со звуком с картинкой есть проблемы, вы мне об этом сообщайте. Сразу попытаюсь исправить. Мы работаем в прямом эфире. Сергей Васильевич, про вас говорят разные. Мы это повторять не станем, потому что не в этом задача. И потом без меня расскажут или наплетут. Это уж другое дело. Как вам живется в последние годы? И вот какой момент жизни для вас, каким оказалось в последние два года в жизни? Это был, вот чисто по-человечески. Я знаю, что вы были на больничном. Что там, что за больничный? Непростой период, на самом деле. Я слишком близко принял всю ситуацию, связанную вот с моей работой, вот с этим анонимной кляузой, которая не подтвердилась. Это ложь. На вас есть сейчас какие-нибудь уголовные дела, что-нибудь такого рода? Нет, нет. Что вы? Нет. Ну тогда и не будем об этом. Я хочу сказать, что правоохранительные органы достаточно профессионально проверили все, всю систему, все учреждения. И я в определенной степени благодарен этому, что в учреждении прошли подобные проверки. Это в определенной степени тонизирует, не расслабляет. Мы на государственной службе, поэтому выполняем очень ответственно, тем более то министерство, которое я возглавлял. Это очень серьезное министерство. Оно связано с людскими проблемами, с бедами людей. И каждый день, приходя на работу, я, начиная рабочий день, ну, в общем-то, вы же знаете, что если у человека все хорошо, он не обращается. Он работает, он содержит семью, ну и так далее. Когда появляются какие-то проблемы, и эти проблемы появляются, когда внезапно пожары, наводнения, то есть, наверное, правильно назвать не министерство социального развития, а министерство социальных проблем? Может быть. Но вообще для меня более приемлемо слово развитие. Когда какие-то, ну, вот, беды, вот, наводнения в Крымске, там, ну, вот, когда ситуация была очень серьезная с беженцами из Донбасса. Ну, вы про это уже рассказывали в других интервью? Поэтому вот это министерство, оно начинает работать в полной мере. И это очень серьезные должны подходы, серьезные люди. Ну, вот вы человек серьезный, да? Мне вот интересно, Фоми, давайте мы немножко перейдем к вашей биографии, чтобы было понятно, с кем мы разговариваем. Пыхтин, это вот откуда такие? Папа из-под Белгорода, а мама Парановича. Парановича, это же Украина, кажется, или Белоруссия? Белоруссия. Вот. Ну, вот так получилось, что предки приехали сюда и... А зачем они приехали? Соси в то время осваивали Сибирь, видимо, так, вот. А кем работали ваши родители? Мама, она всю войну возглавляла сельский совет. Нет, в то время в Тогущинском районе, в то время сельский совет объединяет несколько колхозов. Человек очень серьезный. Вот. И она... Я вот так... То есть, извините, вам есть кого? Вот вас характер не назовешь легким, кажется? Ну, наверное, может быть, и в маму. Вот. И сам Эйхи вручал ей медаль за трудовую доблесть. А в то время медали, награды имели больше вес? Ну, я вспоминаю, вот, как она рассказывала, она... Сельский совет был в Доронине, это 60 с лишним километров от Тогучина, и бюро райкома заканчивалось... Она была член бюро райкома, заканчивалась полночь, зима, и она вот... Я плохо представляю, Тимур, верхом на лошади, дорог не было, и мама вот эти 60 чем-то километров по этой вот тропке верхом на лошади, еще раз говорю, зимой, сумка, там не знаю, она говорила, наган, с которого она ни разу не стреляла и не умела стрелять. И она ехала. А наган что? Времена были дикие? Разбойники или волки? Видимо, волки. Они волков боялись. Вот. И так получилось, что ну вот она приезжает к вечеру, с райкома секретарь приемной звонит, жива? Жива. Ну, слава богу. Так я понимаю, ваша мама была еще весьма молода, ведь вы родились только после войны, в 50-м году. родился. Вот. Папа с фронта пришел. Папа человек очень спокойный, уравновешенный. Могу заметить, за мной могу заметить, что уравновешенность тоже вам передалась, мне кажется. Или вы бываете резким? Ну, нет. Вы знаете, для меня родители это святые люди, поэтому папа работал связистом, а потом большую половину жизни работал лесником. У меня дед тоже был лесником. Очень спокойный, а я когда школу заканчивал, там, институте, эмоционировал, вот, по отецу, и вот. А по молодости вы были человеком? Срез. В молодые годы вы были поживее, да, так по эмоциям? Ну, конечно. А как эти эмоции выражались? Какие-нибудь скандалы или конфликты? Нет? Нет? А в чем это выражалось ваш эмоциональность? Я вот любил охотиться, я уходил в тайгу в начале, когда был маленький, папа меня с собой брал, а затем я ходил один. Сколько вам было? А где-то в десятом классе учился, затем в институте первые годы. А на кого охота? А вот, вы знаете, когда глухари, осенью, утки, но дело в том, что папа никогда за все свои годы ни разу не привозил, он не стрелял ни в кого, он, видимо, на фронте, когда вот эти люди, они Он рассказывал про войны? стрелялся, настреляется, ну, очень мало. Очень мало. Это очень свойственно реальным фронтовикам, чтобы они об этом трепались? Он очень спокойный человек. И вот, когда я уже работал здесь, я приезжаю, какой-то какой-то вопрос семейный, вот, сын, папа, я, сын, садимся, вот, семейный совет. А вы единственный ребенок? Что-то, да, я единственный ребенок в семье. Ну и что-то говорим, папа слушает, молчит. Но основное слово за папой. Как он скажет, так мы я и Сергей мы делаем. Сергей, это ваш сын? Сергей Сергеевич получается? А, отца как звали? Иосиф, да? Да, Иосиф Петрович. А почему такое имя? Иосиф как? Иосиф Петрович. Имя нечастое? Ну, назвали так, в семье было много, 14 человек. 14 детей? Да, ну и 5 человек умерло в то время с голода, ну а сейчас Это вот там, на Белгородчине, да? Да. Или здесь, в Сибири? Там. А, понятнее становится, почему они в Сибирь тут ввинули. Вот. И сейчас вот папа 7 лет назад ушел. Младший брат, дядя Сережа Кемеровый, вот ему уже 93, он жив, я приезжаю, я звоню, вот, узнаю голос папы. Знаете, вот так. Да, понятно, понятно. Также я сейчас разговариваю со своими башкетскими родственниками, и слышу голос своего отца, которого нет больше уже 40 лет. Да. Поэтому вот здесь Извините, можно так, мой вопрос? У вас в семье последнее слово было за мужчиной, за отцом. А в вашей семье? Ну, что же вы жене уступаете? Вы понимаете, вот даже вот папа мне передал пасеку. Он занимался. А, так пасека это отцовское, да? Это он вас научил? А? Вас пчеловодством научил отец? Папа, да. Вот. И когда, допустим, мы на пасеке либо дома сидим за столом, вот, пока папа не начнет кушать, мы сидим, ждем. Вот. Папа начинает кушать, начинаем кушать мы. Вот. может быть, может быть, вы знаете, может быть, это какой-то, ну, это вот традиция. Вот. Она выглядит патриархально, но... нашей. Да, служит в вашей семье, вот в вашем доме. так же? Это нашей семьи, вот нашего. Вот когда папа был с нами, рядом, он всегда со мной. И во многих вопросах я мысленно обращаюсь к нему, и... как вам сказать, это не какой-то... ну, не преувеличение какое-то слово не подыскал. Это на самом деле так. Потому что... А что же за конфликты-то были в юности? Он возражал, что вы ходили на охоту, или в чем? В чем проблема-то была? Или это был не конфликт? Он не хотел, чтобы я ходил на охоту и убивал кого-то. А, его вот этот вот пацифизм, да, вот этот? Вы знаете, он поступил хитро. Поступал хитро. Поступил однажды, и я понял, и все. И на этот вопрос был закрыт. Осенью я захотел пойти на охоту. Попросил. Отец помолчал. Ладно. Одностволка была. Помню, 48-го года. И пять патронов дал мне положь карман. Не заряжай. Пока ты не увидишь глухаря или косача не заряжай. Хорошо. Я увидел глухаря, а когда он свистит, тогда бежишь. Как он свистел, стой. Не шевелись. Кто вас учил охоте? Ну, по крайней мере, с которыми я рос в селе. И потом он снова засвистел, снова побежал. Поэтому говорят, глухарь, он не слышит, когда свистит. Да. Он когда свистит, он вот. Я подбежал под сосну, вот он три метра сидит сверху, здоровый. Я дрожащей рукой зарядил патрон, вот, прицелился и тух, и дробь, дробь высыпалась вот так вот из ствола и обсыпалась. Вот. Я второй патрон. Раз. И он не улетел отверстили. Дробь и стволась. Раз. И обсыпается. И я потом опустил руку и думал, молодец, папа. Хорошо, а раньше же сами заряжали патрон. Да, конечно. Он пороху столько положил патрон сколько нужно для того, вот он из дула выскочило вот это все хозяйство и осыпалось. Это был такой розыгрыш своего рода. И я вот больше особо ну я ходил, смотрел, потом это все чувствую. Оно прошло и сейчас я не охотник. А у вас сын Сергей Сергеевич у него тоже есть представьте как хоть или чем он на мой взгляд увлекается. Иногда он ходит на охоту. А бывает, что вы ему говорите что-то там не делай или настраиваете на что-то даже сейчас. Хотя он большой руководитель районом. Или вы не вмешивайтесь с его... Текущие вопросы это его. Нельзя ломать, тем более это серьезный человек, 43 года. А можете рассказать ни в коем случае. был конфликт или на чем вы наставили последний раз, с чем это было связано? Не обязательно подробности, вот какого рода, какого характера была эта проблема? Я уже не помню по какие-то стратегические моменты, но мы давно обсуждаем, в начале года с ним сидим. Если какие-то нужны советы, он обращается. Но я никогда не вмешиваюсь в его текущую деятельность. И если что-то я чувствую, какие-то напряжения, безусловно, мы с ним встречаемся, это сын мой. Да, он глава района. Но это мой сын. Наверное, многие подумали, что раз вы в Тогучине, вы были человеком известным, и сейчас назначимый человек в Тогучинском районе, вы как-то повлияли на то, чтобы ваш сын возглавил администрацию Тогучинского района? Вы знаете, особо нет. Я ведь всю жизнь проработал, до 2000-го года, проработал в Тогучинском районе. Я прошел все ступени. Я врач. Вот мы об этом еще поговорим, но сейчас немножко о вашем сыне. А он кто по образованию? Он врач. Тоже врач? И стал администратором? Но вы же представляете себе административную работу, и тем не менее не возражали, чтобы он пошел на мир. Ну, так получилось, что он стал депутатом районного совета, а потом выбрали депутаты его председателем совета. Ну, и вот, и... А затем я посмотрел и почувствовал в нем такую вот жилку с одной стороны управленческую, с другой стороны он телец по гороскопу. А вы? Рыба. Вот. И он очень серьезно относится ко всем. Он даже слишком много берет вовнутрь себя. Ну, это тоже кажется, есть у кого. А если он телец, он прямый? Ну, есть, да. Иногда вот я с ним говорю, советую, а по глазам вижу, что он свое мнение оставил за собой. Да вот. Потом я возвращаюсь, я прошу его обосновать свое мнение. Вот. Но я еще раз говорю, я не давлю. Нельзя. Ни в коем случае. А бывает такое, что вот я отец, и поэтому авторитет, поэтому слушай. Хотя бы в детстве. как вы его наказывали? Вам доводилось его наказывать? Вот я о каждом всех спрашиваю, мне самое интересное, у меня нет. Как вы поощряли и наказывали сына? У вас один сын? Нет, у меня есть дочь. Еще дочь. Вот как вы детей наказывали, поощряли? Как вы считаете правильно? Считайте правильно. Внуки у вас есть? Внуки, да. 6 внуков. 6 внуков, замечательно. Но, наверное, вы тоже каким-то образом участвуете в воспитании, как вы полагаете? Но с внуками так они обычно полегче обращаются, а вы с детьми, как вы их поощряли и наказывали? Ну, когда он рос, он рос, когда я работал маленький, работал в Каураке. Я был главный врач Кауракской участковой больницы, то есть то село, где я вырос. Я родился в Степногутово, в 54-м году мы переехали в Каурак. Вот. И вот там уже отработав тогучение хирургом, я переехал в Каурак, и там сын родился, и там он и рос. Я вот замечал за ним, понимаете, вот такой вот деревенский склад, вот такой настоящий, такой надежный склад характера. Вот я, когда работал, я держал хозяйство. Держал, корова была, ну, чтобы свое молоко было. Вас интересовало качество или не хватало на жизнь, чтобы почувствовать, или там были поставок, не было молока? Вы знаете, нет, я мог покупать, безусловно, а вот уже традиция. я, когда с родителями жил, вот, жили достаточно скромно, если не сказать бедно, мама в пенсию, она рано ушла, когда я руку сломал, она либо работать, остаться, либо уйти на пенсию. ну, а так как мне было около двух лет, и она решила уйти с работы, не отработав, стаж, и она получала 8 рублей 14 копеек. Ну, понятно, разгуляться вам там было некуда, держали хозяйство. Так как вы сына воспитывали вот это интересно? Ну, я в начале как-то, ну, четко, ну, он видел, как я работаю. Вот, это тоже одно из форм воспитания. Вот дооперационный? Или после нет? Нет, нет, нет. Как я работал, возглавлял Кавуракскую больницу. А. Вот, как я ходил на работу, как я общался с людьми. Понятно, понятно. я брал его с собой, вот, он просто молча сидел. Ну, и даже я пчелами начал заниматься в Кавураке. Ну, вместе работали и занимались пчеловодом. Это пример. Я так понимаю, что... Это очень важно, чтобы отец, отец, иногда можно не говорить, ведь, а иногда делаешь, сын смотрит, или кто-то, который, который заинтересован в этом. У вас остались ученики-врачи? Врачи... Это вы ведь тоже были примером, как врач? Видимо, да. Видимо, да. и в хирургии у нас были интерны. И в свое время, когда я приехал в Тогучин в 73-м году, я преподавал в медицинском училище. атомию, физиологию, и вот там, скорее всего, потом некоторые фельдшера стали врачами. И вот один врач, недавно встречались, вот, на меня, Сергей Иванович, вы помните, я вот фельдшером был, вычитали лекции, вели занятия. Ну, я, безусловно, фамилию назвал, я вспомнил. Извините, обычно, хорошие, вернее, для администратора есть такое свойство помнить фамилии людей, кто с кем встречался. У вас хватало памяти запомнить человека вот надолго, или вам приходилось говорить? Ну, есть у вас такое свойство полезное для начальника хорошо помнить имена и фамилии, вот эти вещи? Безусловно, нужно помнить, когда работаешь с людьми, вот очень важно при первой встрече, если даже забываешь и едешь на встречу, допустим, в район, всегда я привычку имел, как человека зовут, потому что, когда встречаешься с людьми, с человеком, в окружении кого-то, уважение высказываешь этим, что имел отчество, добрый день и так далее. Потом начинаешь они только вежливают, как я понимаю. Потом начинаешь диалог. А как вы ругаетесь с подчиненными? Допускаете ли вы крепкие выражения, какие-то клички, обзывалки, вот такие штуки? Ну, бывает иногда такие начальники. Мне трудно вас с этим представить. Но крепкое словцо. Вы же хирург. Да, я хирург. Да, это сформировал мой характер. Но он выражается в некоторых других моментах. Вот хирург, вот какие-то моменты? Чему научил вас? Ну, видимо, конкретности, четкости. Держать слово, держать удар. Потому что порой, когда вот начинал работать в хирургии, да и стоишь по нескольку часов. А под рукой живое тело. Это живой человек. И по спине течет, и по ногам весь мокрый. Вот. Потому что это жизнь человека. А отойти невозможно, это же пока не закончишь, да? Как? А отойти невозможно. Там сказать, я сейчас пойду отдохну, там перемены. Какое-то идти? Или там у меня настроение испортилось. Да ну что вы? Ну это понятно. Мне повезло, что касается хирургии, мне очень повезло в жизни. Вы знаете, очень важно, чтобы на твоем жизненном пути встретились учителя. Вот. Интересно. Чьи руки вам были полезны? Это Всевышний вот ведет нас, каждого. Вот. У меня безусловно родители мои. Вот. Это учитель Кауракской средней школы Алексей Яковлевич Михайлов. Это мой учитель, физик. Я порой выражаюсь его словами, его фразами. Понимаете? Например, можете вспомнить? Когда не выучишь физику, вот, и он вызывает к доске, ну и ты начинаешь, допустим, или кто-то начинаешь, да, ни о чем, и он в Африке, в Африке, вы знаете, в Африке есть ленивец, который висит вот, вот, ничего не делает, висит на ветке. Ну и так далее, и тому подобное. вот это, если ты послушаешь, ты в следующий раз все, вот, админижную физику ты знать будешь. Вот и то. Чтобы потом эти одноклассники не обзывали тебя ленив. Да ну что вы, что вы. У вас была кличка в детстве? Нет. Еще раз, да, продолжим проучитель. Вот, второй учитель, я вот так, это Микашевский Исаак Целевич, это главный врач на Тогучинской Центральной районной больнице. Умнейший человек, профессионал, врач-гинеколог, вот, многому он меня научил, многому абсолютно. А над городом тем временем боевые самолеты. Хотели бы вы стать летчиком? Не было такой мысли? Нет, нет, я не хотел. Ну ладно, к хирургии вернемся, про ваших учителей дальше. Вот. Ну вот, эти люди, они повлияли, существенно повлияли на мою жизнь, мою дальнейшую работу, А почему стали хирургом? Врачом, хирургом? Все-таки вот из... У нас была больница в Каураке. Я пацаном в восьмом классе учился. И Лужков Анатолий Егорыч, врач-хирург, оперировал. Окно, шторы было не полностью закрыто. И мы смотрели, я видел его спину. Я видел его обтянутый марлей затылок. Вот. Я видел, как пропотевает халат сзади. И мы висели на заборе, ребятишки. И вот с этого времени, вот с восьмого класса, я пришел вечером, и маме сказал, мама, я буду хирургом. Врачом. Так вы же видели, что это труд? Или что вас привлекло? Что привлекло? Я, во-первых, ну как вам сказать, тут сложно выразить... какое-то чувство, это скорее нелогичное мышление? Какое-то опустилось сверху, что так и так, я хочу быть, я хочу работать врачом. Вы почувствовали свое призвание, да? вот какой-то... Ну, наверное. Это словами не передать. А часто в жизни было такое, что словами не передать, что-то свыше, там, судьба, фатум, или какие-то еще такие вещи. Видимо, да, я сейчас могу не вспомнить, но на самом деле порой такое чувство, что кто-то подсказывает. Вот у меня, знаете, в Радоно, три или четыре было в жизни интересные вещи. Вот ситуация, казалось бы, неразрешаемая. Вот куда? Вот хожу, думаю, ну, работал, допустим, в Каураке, заведовал районной поликлинике, особенно в санатории вот эти 90-е годы. Нет выхода. Вот хожу, думаю, 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 как? Как решить? Не могу. Не могу придумать. Не могу понять. Не могу принять решение. И потом, ночью без 24, вы знаете, у меня всегда часы перед глазами и блокнот на полу с ручкой. У меня без 24 открываются глаза. Решение. Вот оно. Я тотчас же, я боюсь забыть, я боюсь упустить, я тотчас же хватаю блокнот, записываю, все, положил, уснул. Утром иду, принимаю решение. Точку. Откуда это, я не знаю. Божий промысел? Ну, видимо, сверху спускается. Верите вы, что вот есть сила такая, я не стану прям так в лоб спрашивать, внешняя сила, которая нами руководит, или нам содействует, или противодействует? Верю. Верю. А вот то, что на вас, вам досталось последние годы с этой клеветой, как вы говорите, это что, тоже испытание свыше, или... Я думаю, что это испытание Божье, вот, потому что, ну, во-первых, как вам сказать... Так вы можете не отвечать на вопросы, если они не удачут. Нет, я отвечу, потому что я многое перенес за эти два года, очень многое, когда я, во-первых, не ожидал, что кому-то по незнанию, по бестолковости понадобится мое место. Вот. Вы хотите сказать, что это место не сахарное? Это место далеко не сахарное. Это далеко не сахарное место. И был май, я готовился к летнему детскому оздоровительному сезону. Ну, и вот поступает кляуза. Поступает... Это уже и потом я все это понял, я на клеточном уровне все разобрал, откуда это, что, кто, зачем. фамилию фамилию знаете? А назвать? Нет. Я в этом случае еще раз говорю, бог судья. У меня по жизни несколько случаев было, когда люди гадили, вредили им добро, а не в ответ гадость. Добро в ответ гадость. То есть вы считаете, что он рассудит? И потом всевышний все расставит на места. Я не сомневаюсь, я в сто процентах уверен, что все на места расставят. Почему вас научили вот эти два года? Вы, наверное, что-то новое в людях, что-нибудь новое в людях обнаружили или в себе? Вы знаете, везде и себе вначале была обида, безусловно. Вот. Потом я начал спокойно разбираться в что же происходит, к чему это приведет. Потому что с одной стороны лучшее министерство осторожно, не запомнились. Какие? Лучшее министерство одно из лучших в России. Это ваша оценка или внешняя? Это внешняя оценка. Это внешняя оценка. Ладно, ладно. И лучше министерство. Вот. А с другой стороны вот это вся все, что закрутилось вокруг. Я спросил, когда мне было предложено написать заявление и уйти. За что? За что? Есть ли люди, которые могут вот это направление не упустить вниз? Это очень важно. Потому что 870 тысяч льготников только. А если брать членов семьи, то миллион двести. чуть не половина области. Да. Получает. И не дай-то Бог ошибиться в выплатах. До вас бывали ошибки и при вас? Мне тяжело говорить о маслянина. Вот. Я уже... это про детский дом? Нет, не про детский дом, про отдел пособий. А, про пособие. Там я всегда старался контролировать, все держать на контроле. Вот. А сейчас вы что-то в курсе? эта ситуация... Ну, сейчас человек наказан, суд прошел, вот, пусть отвечает за содеянное. Вот. Что касается... Тяжелый, конечно, этот период был. Тимур. Кто-то отвернулся от вас? Как вам сказать? Это, видимо, обычно. Обычная практика. Но были неожиданности, что вот вы не ожидали, что человек изменит заметное к вам отношение. Вот. Близкие друзья, они есть, были и будут. Близкие друзья, порядочные люди, которые... которым у каждого из нас есть. Вот. А я недавно слышал такое высказывание, может быть, оно не совсем к... хотя, возможно, к месту. Предательству нужно многим. Предатели не нужны никому. Интересно. Первая фраза, особенно, не бесспорная, конечно, желающих воспользоваться предательством, наверное, вот так существует много. Ну, может быть. что это такое цветет? Смотрите, вот еще ранняя весна для нас. Не знаю. А? Смотрите, какой красивый цвет здесь. Да, красивый. Извините, вот я хочу спросить, если, как предполагают некоторые, может быть, вы предполагаете, на ваше место кто-то позарился, что там привлекает? Может быть, там, что там, так просто что-то можно украсть? Ну, скажем, вот так примитивно спрошу, как иногда считают, у нас ведь считают многие, что чиновник и работа чиновника заключается в том, чтобы сидеть на стуле и при случае украсть что-нибудь. Вот с этого я хотел бы начать. Вот. Кто-то не совсем умный сказал, что все чиновники воры. Везде люди есть разные. и среди управленцев, не люблю слово чиновник, и среди общественных организаций. Вот, кстати, и общественные организации. Разные организации, ну, фразу, повторите снова, пожалуйста. что разные... Общественные организации бывают разные. Да, вот. организации, лидеры общественных организаций, которые реально помогают людям. Реально. Да, вот. Спонсорскую помощь собирают, ну, вот, допустим, тот же «Солнечный город». Марина Аксенова. Хочу в пример привести. она очень многое сделала для детских домов. И очень много там другие совершенно отношения были созданы. И очень много делает для детей, проживающих в Аяшинском доме-интернате для психохроников, для ребятишек, которые отдали в этот дом родители. Отказались от детей в силу заболевания. Вот. А есть, я их даже не знаю, как назвать, этих общественников. это какие-то существа, которые живут на... они гадят, живут на горе других. я не буду называть, они известны. Не про них речь. Вот, не про них речь, да, не хочу даже говорить. Еще раз говорю, я повторюсь, Всевышний все рассудит. Вот. Поэтому, что касается управленцев, то здесь очень все зависит от их подхода к работе, подходу к делу. Если это государственный подход, это очень важно. Если человек находится на государственной службе, у него должен подобный подход быть, ничего другого. Именно государственный подход к делу. Ну, а государственного подхода не мешает немножко прихватить, и что плохо лежит? Да, ну, что? Все-таки, ну, откуда же, вот как у нас, у нас же у русских говорят, дыма без огня не бывает, что охраняю, то имею, и тому подобные вещи. У воды да не напиться, вот эти все присказки или поверье. Я понимаю, насколько вам это неприятно для разговора, тем не менее... Я понимаю, о чем вы хотите сказать. Вот, 2000-й год, я вспоминаю, когда я заступил на эту должность, мало понимая, я же не работал в специальной защите. Да ну что вы? Ну, сейчас, во-первых, как жалеть, когда я... Столько лет, понятно. Да, почти 16 лет своей жизни отдал для того, чтобы создать систему социальной защиты Новосибирской области. Непростое время переживаем, поэтому еще раз говорю о нужности данного министерства. Очень важно. А с другой стороны, вот, возвращаясь к тому, почему вот этот весь процесс, ну, достаточно большой бюджет, я так рассуждаю. Все-таки 16 миллиардов, вот, но дело-то в том, что 14 из них это социальные выплаты, два, это на финансирование учреждений, учреждений, наших учреждений, стационаров, полустационаров, все-таки 5 тысяч людей находятся на лечении в стационарных учреждениях. Это и дома престарелых, это и интернаты для психохроников, ну, и так далее. Полустационары, где люди реабилитацию проходят. Поэтому здесь, видимо, это, но какие-то, может быть, элементы какой-то этой зависти, я не знаю, чем откровенно говорю. А вам доводилось, вот, вы пришли в 2000 году, отрасль была, как рассказывают, разгромленная или в тяжелом состоянии. Вы ее поднимали, вы, наверное, приходилось людей менять или новых ставить. Да. Доводилось ли вам сталкиваться с проявлением коррупции, когда люди свой карман путали с государственным или тем более свой карман путали с карманом обездоленных? В то время я смотрел то, что знал хорошо. Я смотрел материальную базу, условия, в которых живут люди, находясь там. Это их дом в интернате для психохроников. Там они уйдут на погост. Как он живет, как его кормят, тепло ли ему, удобно ли ему, какие-то вопросы реабилитации проходят ли. Я вот на это обращал внимание. и когда смотришь, что есть нарушения, бардак, грязь, идешь на пищеблок, смотришь там, ну, вы знаете, эти года, помните, может быть, когда гуманитарка, вот заходишь на склад, начинаешь с этого смотреть, что на складе, какие продукты. В углу где-то куча мешков с чечевицей, это гуманитарка, и несколько, там, десятков банок консервов. Все. Как идешь на пищеблок, налей мне, покажи, что ты сварила. Вот. Там жиденький, что-то такое. Так вывод какой, воруют, или это безхозяйственно, с неумением работать? Вы знаете, я о бородстве не думал в то время, я думал о его умении руководить, умении решать те вопросы, которые поставлены перед ним. И ставил задачу, устанавливал сроки, а потом смотрел. задача решена, то, что я, а я долго работал в учреждении, когда объезжал, задача решена, человек понял, человек остается работать. если задача не решена, все, сроки прошли, ну, что ж, извини, пожалуйста. А бывало, что в ваших учреждениях, в вашем министерстве проверяли правоохранительные органы, искали, что-нибудь нашли или не нашли? Правоохранительные органы постоянно проверяли учреждения наши. Вот, я сейчас не могу сказать, нашли или не нашли, вот, поэтому некоторые процессы еще идут. Нет, да вот раньше, когда вы были министром, вот такие вещи были проверки? Нет, проверки были, безусловно, и прокуратура постоянно проверяет. Но не нашли? Постоянно, да. Понятно. Скажите, пожалуйста, немножко переменим тему. Вы в церкви, вот на это вопрос можно не обязательно отвечать, если не хотите. Вы в церкви бываете? Да. На исповеди? Да. У вас есть свой постоянный духовник, или он где-то здесь в Новосибирске? Новосибирске. Вы в городе постоянно живете, или вот, или как, где вы сейчас обычно живете? Где вы проводите свое время? Живу в городе. Я сейчас, наверное, уже на пенсии, правильно я понимаю? или как это? По какому бы статусе? Ну, опять же, можно не говорить, если это личное дело. Я живу в городе, я приезжаю в Тагучин, там моя родина, вот, и я занимаюсь сейчас времени побольше, я занимаюсь пчеловодством. А, и там ваши пчелы, это же ваши, это, вот как вы к этому относитесь? Это хобби, это обязанность? Или что это для вас? Интересные два момента, я вам хочу сказать, коли разговор идет на эту тему, когда папа, я его последний раз вез с больницы, завез его на пасеку. на пасеку, он сел за стол, посадил на пасеку, и ничего нечего. Вы про отца говорили, что завезли его на пасеку? Да, завез на пасеку, и он напротив за стол посадил меня и сына, и сказал следующее, дети, любите пчел, вот будете любить пчел, они будут у вас вестись. И повернулся ко мне и сказал, сын, сохрани пасеку, пожалуйста, сохрани и передай внуку. Хорошо, папа. Вот это первое то, что я хотел сказать. Второе, когда я один выезжал, где-то, может, колодок 30 было, там 20, я выезжал один, шел в отпуск, выезжал в тайгу, и там весь отпуск проводил. и папа однажды мне сказал, вот, а со мной я и две собаки. Все, я не боялся никого, вот как-то не было такой. Вы не очень похожи на робкого человека. Я сейчас вот с Томшка пришли, когда тайга горела, пришли медведи, я периодически вижу лёжки вокруг. Но ружьё у вас там есть на пасеке? Ну, конечно. лёжки вижу вокруг пасеки. То там лежит, то там, ну, видно. А они бывают, что озаряют? Там у меня собаки, они, видимо, боятся, потому что собаки лают. Ну, и вот, и папа мне сказал следующее, то, что я запомнил и передал сыну. Вот, сынок, ты выезжаешь в лес на поляну, ты знаешь, что ты здесь в гостях. водка. Вот, потому что на этой поляне уже много лет нора барсука, поколение барсуков выводится. Вот там муравейник, большой муравейник. Ты, когда ставишь вагон, смотри, где их дороги. Не ставь. Вот там гнезда птичек. Ты уедешь, они останутся. Поэтому не мешай им жить, не вреди. Знаете, мой отец похожим образом говорил, он ведь тоже мой отец из деревни, и он мог сказать такую фразу, он комаранов ее сгонял, не убивал, а сгонял от себя, и приговаривал иногда, комар тоже человек. У него была такая присказка. И вот еще один момент, когда я первый год работал здесь, возглавил управление, папа, когда мне предложили возглавить, я сказал, подумаю, но приехал к отцу, мне нужно, чтобы папа был, благословил или нет, я должен уехать. Это было важно. Это важно было, да. И мы с ним пошли по улице, я говорю, папа, вот так и так, мне предложено вот такое-то, ты мне, что мне делать, папа, скажи. Помоги, сынок, помоги, помоги Виктору Санычу, потому что Виктор Саныч Толоконский меня приглашал на работу. Я поехал. год проработал здесь, год проработал здесь, скучаю по отцу, хотя каждый день звоню, вот, пошел в отпуск, поехал в лес, а с вагон, мы с отцом, я утром пошел на работу. Работаю с пчелами, открыл, говорю, папа выходит, а у нас такие белые костюмы, длинные, они хорошо, кожа дышит, вот, и смотрю, папа выходит из вагона, я так боковым зрением увидел, ну, работаю, смотрю, ушел куда-то, пять, десять минут нет, я беспокоюсь, что-то случилось, он приходит, я говорю, папа, ты где, что, он говорит, ты знаешь, я сейчас вышел, смотрю, клещ ползет по бокову, вот, и я унес, там, 200 метров, и выпустил его со словами, я тебя не трогаю, и ты меня не трогай, ты нас не трогай, вот, понимаете, и вот, интересный момент, Тимур, я каждый год снимал себя, ну, по четыре, по пять клещей, уже воткнулись, вечером смотришь, смотрят торчит. Как вы их понимаете, каким образом, каким способом, что-то ниткой снимает, кто-то выжигал, дед мне, мне дед выжигал. Маслом мажешь, либо керосином, пленку делаешь, да, он не сам, он, ему дыхание перехватывает, кислород перекрываешь, а потом, помаленьку, пинцетом, вот, вытаскиваешь, анатомически. А, ну, у вас, как у хирургов, есть инструмент. Я, я однажды, когда воткнулся мне, один, в лесу, воткнулся между лопаток, и думаю, что делать, пачку не бросишь, не уедешь, далеко ехать, километров 20, до деревни. до сих пор, помню, как я извивался, вытаскиваю. В зеркало глядя, да? В зеркало сзади, маленькое зеркало спереди, и подвел, думаю, не оставить бы голову, не оторвать. И подвел, значит, и потихоньку, помаленьку, помаленьку вытащил. Смотрю, все, целый. Пошел, у меня небольшой погребок был, я выкопал, вот, там гамма-глобулин, набрал, поставил себе в бедро, и все. И вот, каждый год, мы цепляли вот эти вот клещи. То на нас, то на собак, потому что я... Ну, понятно, ну, Бог миловал и вас. А вот в тот год, когда папа выпустил клеща, ни на собаках, ни на нас, не было клещей. Ну, надо же, тут начинаешь думать о том, удивительно. Я сам удивился. Как бы договорился. А вы с пчелами разговариваете, когда с ними, вот, общаетесь? Они же кусают. Я сам немножко с дедом занимался пчелами, это совсем непросто и небезопасно. Когда вы занимались с дедом, это была среднерусская пчела, мы сейчас работаем с капоткой. На Урале башкирские знаменитые пчелы. Нет, башкирских здесь нет, а была среднерусская пчела, она злобливая, она такая... А Карпатка, вот сейчас мы с Карпаткой работаем, они миролюбивые пчелы. Они также собирают нектар в таком же количестве, также работают хорошо. Вот. А что касается разговоров, я хочу сказать одно. Ну, вот общество, пчелиное, оно на несколько голов организованнее, чем человеческое. может быть, для вас, для многих это будет новость, но я больше сорока лет занимаюсь пчеловодством. Там такие законы, там нет каких-то исключений. Там есть четкие законы, а и трутень работает, все работают. Лишних нет, да? По часам работают. Пчела же летом живет 30 дней, ну, в среднем, от 20 до 60. Вот. И когда она чувствует, что она умрет, то она выходит из улья, чтобы ее не вытаскивали, не тратили силы на ее вытаскивание из улья. Понятно, понятно. Что касается разговора, тут, безусловно, разговариваешь, когда, не дай бог, ты где-то прижмешь, там, писк пчелы. Вот. Но тут надо, когда ты идешь работать с пчелами, ты должен душевно быть спокоен, не должно быть агрессивности. Никаких вот таких вот дерганий внутри не должно быть. Вот этот этот урок пчел вы с людьми используете? Безусловно. Не только этот. А чему вас научили пчелы? Вот. Ну, фортеров трудоспособности. А, там ведь очень много, если не сделаешь, то упустишь, навредишь. Там много работы. Там ориентируется очень четко. Еще раз говорю, там порядок уникальный, там по часам рассчитано. вы научились у пчел трудолюбие, еще какие уроки от пчел? А вот ужалить в ответ, если уже из последних сил даже с жертвой собой, жертвуя собой, вы готовы? В какой, такая может случиться ситуация? Ну, вы знаете, я не любитель подставлять щеки. Вот. Я по жизни не делал людям зла. я врач. Я врач. Я врач. Принцип не навредит, да? Да. Я не делал людям зла. Ну, и это с одной стороны. А с другой стороны помнить надо все. Что называется, я не злопамятный, но память у меня хорошая. А вам есть что помнить? Ну, как вам сказать? Скорее всего, да. Скорее всего. Ну, ладно, я не хочу тему развивать. Но с другой стороны, пчелы ведь они приносят мед. А мы этим медом... Вы как-то меня угощали своим медом? Вот мы когда еще с Одинком к вам ездили, замечательный, я помню, был продукт. Вот как врач, что вы... Вот на... Как... Вот в завершении разговора что вы скажете про мед и вообще пчелиный продукт? Вы знаете, на самом деле это очень серьезная тема, серьезная тема. А может, отдельно сделаем разговор? Я хочу потом как-нибудь, но я буквально сейчас с штрихами. Мед один из редчайших продуктов, который не выводится из организма. Он сразу же... Вот ложку кушаешь, вот там химический состав меда, он аналогичен химическому составу крови. И вот эта ложка начинает она рассасываться и растаскиваться органами. Калий сюда, натрий сюда, кремний сюда, строк, сюда. То есть, мёд ничего лишнего? Ничего. Он не выводится. Он полностью осваивается организмом. Это настоящий мёд. Сколько съесть мёда, чтобы было вредно? Ну, уж сам там иногда ложка, иногда две, иногда когда настроение есть, кушаешь. Понимаете, сколько идёт, столько и хорошо. конечно. Но, хочу сказать сразу, очень много поддельного мёда. Как отличить сразу? Про простой способ есть? Никак? Никак не отличишь. Значит, я работал когда, я хотел сделать очень важный момент. Я хотел развить наше региональное, наше новосибирское пчеловодство. Мы сделали проект закона о пчеловодстве для новосибирцев. я очень хотел, чтобы в деревнях, где люди, ну, не все заняты, так скажу, они бы занимались пчеловодством, они бы развивать, потому что брошенных полей много, много медоносов. Вот. И я вот к этому стремился, шёл. У нас есть наш учёный Кашковский Владимир Георгиевич, учитель, и задача была единственная, которая, если мы бы решили это, то вопросы все снялись. Реализация. Должна быть какая-то создана структура здесь, в Новосибирске, государственная, которая бы принимала мёд у пчеловодов. У некоторых они набирают, а потом не знают, куда их это... Свой мёд вы куда делаете? Свой мёд вы куда делаете? А я, я, как государственный служащий, я не то что грамма, я миллиграмма не продал никому. Куда же столько? У вас же там довольно много пасеки? Я друзьям раздаю, я раздаю, на склад ставлю, его можно хранить очень долго. Поэтому, когда там вот в этом, в этой кляуди писалось, что я реализую мёд, это ложь, ещё раз говорю, даже миллиграмма. Покажите мне свой склад? Никому, пожалуйста. Где он? Там, на пасеке? На пасеке? Нет, не на пасеке. Вот, поэтому вот здесь очень нужно внимательно, потому что очень большой процент медов идут из Китая. Там пчелы нет. И что, у нас закон этот не приняли? А закон этот за Министерство сельского хозяйства зарубил. Будете бороться дальше или как? Я вернусь к этому вопросу, когда будет губернатор, вот, который будет руководить нашей областью, и тогда я этот вопрос подниму. Это очень важно. После выборов. Это и занятость людей на селе. Это и ведь можно фасовать этот мед по 30, по 20. И в детские сады, в школы. Наши ребятишки покушали проверенный через лабораторный контроль мед. Все это под контролем государства. Вот это очень важно. Вы участвуете в политике? Другой вопрос спрошу. Вы с травниковым уже знакомы? Нет. К сожалению, я и не знаком. Интересно, вы предполагаете участвовать в политическом процессе, в выборах как-то? Пока не думал. Вас не звали? Пока не думал. А если позовут какая-то какая-нибудь из команд? Тимур, я занимаюсь, вот сейчас я вывез пасеку, я занимаюсь пчеловодством. Я хожусь, вот я вчера приехал, вот я нахожусь в лесу, есть о чем подумать, вот, может быть, какие-то что-то напишу, вот, ну, тут разные мысли приходят. И единственное, конечно, я, может быть, еще раз говорю, не хотел касаться политики, но это была очень серьезная ошибка объединения двух министерств на сегодняшний день. Я думаю, ваше мнение было бы очень интересно, но, может быть, отдельно сделаем отдельный выход с этим, если вы сочетете его от полезного. Да. Поговорим об этом подготовлюсь. Я не возражаю. Ну, ладно, мне это интересно, потому что вы же специалист, каких, наверное, может, и нет больше в этой скрызи. На сегодняшний день я очень внимательно смотрю. При всем при том, я очень внимательно смотрю за работы министерства, я смотрю за... Постоянно звонят люди. Советуются или постукивают? Извините за такую прямоту. Не постукивают, мне это не надо, вот, просто иногда просят совета. Совета, что делать? вот здесь, потому что я ситуацию, ну, как бы сказать, владею ситуацией, и я знаю все, что делается во всех районах. что касается социальной защиты. Это как пчелиные семьи, да, для вас? Вы в них разбираетесь и готовы залезть внутрь и знать что-то внутри. Я просто знаю, когда создавая, создаешь, ну, вот, структуру, структуру, эту систему, вот, это как ребенка, вот, ты же его создал, ты болеешь за его здоровье, ты очень болезненно реагируешь за какие-то глупые, бестолковые шаги, вот, и знаешь, во что это выльется, вот, к чему это придет и к чему это приведет. Сейчас вы видите дурные признаменования, Я вижу, да. Вот мы сейчас вернулись к этому трехглавому дракону, и вы говорили, что напоминает это вот все наша жизнь или там что-то, что-то. Как же с ним, надо ли с ним бороться с драконом и как это можно сделать? Что, он победит, может, его невозможно победить? И уж ладно, там, и воровство или не воровство, и глупости наши российские, известные там дороги и дураки, может, все эти главы, пускай они остаются и правят нами там, а уж мы как-нибудь справимся со своими пчелами. Каждый должен, мне как-то папа говорил, давайте так встанем, чтобы его видно было. Посмотри на меня, на меня смотрите. Какая бы жизненная ситуация не была, жизнь не заканчивается. и нельзя не быть человеком, ты всегда должен оставаться человеком. Для вас это важно. Вот так я хотел бы. мне было очень интересно с вами поговорить, надеюсь, моим слушателям тоже было интересно послушать. Это немножко другой ритм, обычно я разговариваю поживее, побыстрее, но вы доминируете в разговоре, вас трудно перебивать. Не знаю, какой есть. спасибо вам за разговор и вы мне пообещали, что мы посмотрим на ваш склад и может быть на пчел. Мне это интересно. Насколько пчелы похожи на людей. Благодарю, интересно. Всего доброго. Работаем. Спасибо. Друзья, сегодня у меня может быть еще один разговор, может быть даже довольно скоро. А вообще, что интересное в Новосибирске увижу, увижу или интересного человека, я вам покажу. А вы, пожалуйста, мне напишите, что вам не нравится в моих трансляциях. Кого бы вы хотели увидеть и о чем спросить. Спасибо вам большое за внимание. Тимур Ханов ваш из Новосибирска, из парка Кирова от Дракона. Продолжение следует...